Здравствуйте! На телеканале НСВ программа «Итоги» в студии Ян Ермишов. В Красноярске началась универсиада. На нашем канале каждый день несколько трансляций соревнований, студии, прямые включения и гости. Поздравляем первых победителей универсиады. Среди них есть и представители Красноярского края Яна Кириченко, это бронза в лыжных гонках, Любовь Никитина серебро в акробатике, а Кристина Пауль золото в сноубордкроссе и Максим Буров золото в акробатике. И это только начало. Но сейчас коротко о том, что сегодня будет в нашей программе. Грандиозная церемония открытия универсиады в Красноярске. Тысячи гостей на трибунах, среди них президент России Вадимир Путин. Трансляцию красочного шоу посмотрели миллионы зрителей в 60 странах мира. Владимир Путин встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Главная тема беседы – комплексное развитие транспортной схемы Красноярска. Метро, скоростной трамвай, городская электричка. Один из самых популярных участников универсиады – добродушная собака Юлайка. Еще до начала игр было продано более 30 тысяч мягких игрушек. История Юлайки. Как выбирали главный символ студенческих игр и какие еще были варианты. В церемонию открытия универсиада в Красноярске уже называют самой яркой и не только в истории студенческих игр. Многие зрители, которые сегодня звонили нам в редакцию, говорили, что было не хуже, а чем-то даже и лучше, чем в Сочи. Одно можно сказать точно – неожиданным и нестандартным финалом эта церемония запомнится всем однозначно. И хочется это пересматривать. О самых ярких моментах. Татьяна Патанина. Грандиозное шоу, невероятный праздник, зрелище, захватывающее дух. Открытие зимней универсиады и зрители, и эксперты уже сравнивают с открытием Олимпиады в Сочи. Церемонию с Красноярска транслировали почти в 50 странах мира. Рождение снежинки. С этого, по задумке авторов, начинается настоящая сибирская зима. Невероятные световые инсталляции и удивительным образом сменяющие друг друга декорации – это то, что происходило на зеркальной сцене. Режиссером-постановщиком всего действа выступил известный фигурист Илья Авербу. Он сам в 1995 году стал призером зимней универсиады в Испании. Атмосферу, которая царила на стадионе, трудно передать словами. Трибуны Платинум-арены, которые вмещают 7 тысяч зрителей, заполнены до отказа. Отдельные места предусмотрели для спортсменов. Специально на открытие студенческих игр приехал президент России Владимир Путин. Он и дал старт нашей универсиаде. Объявляют 29-ю всемирную зимнюю универсиаду открытой. На путствие спортсменам передали даже космонавты с Международной космической станции. Хочу поздравить вас с началом соревнований. Универсиада – это символ разных, но схожих по духу людей, для которых не существует преград. Наша универсиада поставила рекорд по количеству стран-участниц. 59 национальных команд. И, конечно, спортсмены из России, среди которых 35 красноярцев. Их зрители встречались стоя. Нести флаг доверили воспитаннику Красноярской спортивной школы Дмитрию Логинову. В свои 19 лет он уже двукратный чемпион мира по сноуборду. Вся история края, вся красота и богатство природы, таланты Сибири. Своеобразная летопись Енисейской Сибири уместилась в двухчасовой творческий перформанс. Парящие в воздухе лодки, птицы и звери и даже шум могучего Енисея. Северное сияние, песни и танцы шамана просто завораживали. В хореографических номерах в большинстве своем были задействованы красноярские коллективы. Самые маленькие участники – это ансамбль «Орленок» и, конечно, прославленный ансамбль «Танцы Сибири». Их композиции отражают суть русской души. Любопытно, что самовар, как главный символ гостеприимства, отсылает к Сочинской Олимпиаде. Кстати, Михаил Гаденко был главным балетмейстером еще на Олимпиаде 80 в Москве. Авторы включили в шоу рассказ о тех, кто прославил Красноярский край. Здесь незримо присутствовал Василий Иванович Суриков. Его анимированные картины просто парили в воздухе. Еще один красноярский художник – Андрей Поздеев. Под взмахом его кисти тут же раскрашивался весь зал. Костюмы артистов были выполнены в цветах картин Андрея Поздеева. И уже через несколько минут звучит голос всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского. Удалось передать и промышленную мощь Енисейской Сибири. И в этой сцене снова поражают молниеносная смена декораций и реквизита. И кульминация праздника – финальный этап эстафеты огня универсиады. До последних секунд сохранялась интрига, кто же зажжет чашу огня универсиады. И уж точно никто не ожидал, что это сделает не человек, а река – наш могучий Енисей. Ему по задумке постановщиков пасовал легенда российского бенди Сергей Ломанов. Это потрясающе. Особенно заключительные кадры. Я не припомню, чтобы огонь соревнований зажигали именно так. И очень символично, что, если так можно сказать, голевой пас Енисей отдал единственный десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом – красноярец Сергей Ломанов. Сегодня он поделился своими впечатлениями. Оказывается, о том, что ему предстоит сделать, Сергей узнал только на генеральной репетиции. Ну, мне за неделю, наверное, сказали, что я буду участвовать, да, и важная у меня миссия будет. Но позавчера, когда на репетиции, мне сказали, что мне предстоит сделать. Я чуть не ожидал, конечно. Мне дали несколько раз почувствовать, посмотреть, как все будет и куда мне надо будет ударить. Все-таки тоже передо мной оператор был. Мне надо было ни вот уже не попасть. Были такие моменты, не очень легкие, да, потому что все равно мяч стоял на подиуме, и это не совсем, как бить мяч со льда. Так что здесь пришлось чуть подстраиваться. Но я очень рад, что справился, не сорвало универсиаду. Сегодня было много звонков в редакцию. Люди говорили, что МДС Пасом Ломанова – это по-настоящему круто. Режиссером церемонии открытия стал знаменитый фигурист, постановщик ледовых шоу Илья Авербух. Многое до последнего момента хранилось в секрете. Но сам режиссер говорил, главное – показать силу Сибири. Получилось ли? Вот какую оценку дал сегодня сам Илья Авербух. Конечно, для меня, наверное, из вот именно такого рода мероприятий – это самое сложное мероприятие, и при этом, конечно, самое амбициозное. Я очень волновался, насколько я смогу поймать тот дух, дух Сибири, дух Красноярска, дух людей, живущих именно здесь, чтобы эта церемония именно подчеркнула те вещи, которые являются особенностью, те вещи, которые раскрывают сибирский характер, раскрывают людей, которые живут здесь. Все это соединить было очень-очень сложной задачей, но вот по той эмоции, которую я чувствую в зале, а сегодня, когда был повтор, когда были зрители, энергия была еще особенная, потому что это очень важно. Обычные церемонии – это все-таки какие-то такие официальные вещи, а здесь получился действительно законченный такой даже спектакль, и я этому счастлив. И в продолжение темы. Сегодня президент России Владимир Путин посетил главные операционные центры зимней универсиады. По сути, это сердце всемирных соревнований, куда стекается вся информация об играх. Среди сопровождающих главы государства был и губернатор края Александр Ус. Президенту рассказали, что здесь работают 50 специалистов. Они в режиме реального времени следят за ходом состязаний и наблюдают за всем, что происходит на объектах, чтобы обеспечить безопасность студенческих игр. Кроме того, Владимир Путин вместе с Александром Усом побывали в деревне универсиады и встретились с представителями сборной России. Глава государства еще раз их поздравил, пожелал успехов и отметил важность развития спорта в регионах страны. Универсиада это точно побьет рекорд по массовости. Мы сейчас с министром спорта говорили. Сопостоимо даже по количеству участников сопостоимо с зимними Олимпийскими. 3000 человек участников. Это целая армия такая большая. 58 стран. Предстоятельства очень большие. Поэтому любая победа на этой университете будет очень хорошей. Спортсмены в неформальной обстановке фотографировались на память вместе с президентом и губернатором. Такая возможность была у всех. Причем снимали не только профессиональные фотографы, но и сами парни и девушки на мобильнике. Затем Владимир Путин приехал в кластер «Радуга», чтобы поболеть за наших. В это время там проходили соревнования по лыжным гонкам классическим стилем среди мужчин на дистанции 10 километров. Президент понаблюдал за ходом состязаний с трибун, а затем лично вручил награды победителям. Без педестал заняли российские спортсмены. Большой спортивный праздник – это, конечно, важно. Но на этом жизнь Красноярска не заканчивается. Напротив, универсиада – это большие возможности для развития. И сейчас речь пойдет о транспортной системе. Именно об этом накануне говорили глава государства Владимир Путин и губернатор Александр Ус. Они встретились в Платинном арене буквально за несколько минут до открытия игр. Какие же изменения готовятся в сфере транспорта? И главное, как это скажется на экологии, репортаж Алины Штокловой. Давайте к городским проблемам вернемся. Мы с вами говорили о необходимости продолжения проекта по строительству метро. Глава государства сам инициирует разговор на важнейшую для Красноярска тему. Решение транспортной проблемы краевой столицы поможет решить еще одну – экологическую. И это одна из важнейших задач, которую Владимир Путин ставил перед властями всех уровней в своем послании Федеральному собранию. Это совершенно понятно, что около 50% выбросов и проблем в этом смысле создают транспорт. И никакие иные способы, как более активно использование общественного транспорта, здесь невозможно. Только представьте, половину, половину всех выбросов создаем мы сами. Те, кто каждый день пользуются машинами. Если ничего не изменится в транспортной системе города, через 10 лет станет еще хуже. Количество личных авто растет с каждым днем. И по прогнозам специалистов к 2030 году, такими темпами мы придем к тому, что скорость движения в Красноярске просто физически не сможет превышать 10-15 км в час. Понятно, почему сейчас горожане не торопятся пересаживаться на общественный транспорт. И над тем, как решить эту проблему, много месяцев работал целый штат экспиртов. Какая предлагается, Владимир Путин, схема? Предполагается теперь по нашему плану пройти центр города под земной частью, но по другой технологии, о чем я начал говорить. А дальше мы выходим, соответственно, на поверхность. Вот здесь у нас есть Октябрьский мост, очень широкий мост. А на правом берегу очень надежное трамвайное сообщение, которое существует еще в социалистических времен. Если быть точнее, трамваи здесь пошли больше 30 лет назад, в далеком 86-м. Линию открыли вместе с самим мостом. Она проходила как раз там, где сейчас находится разделительное ограждение и была очень востребована. В 2008-м рельсовое сообщение между правым и левым берегом здесь закрыли. И уже понятно, что это было ошибкой. Ошибкой, которую самое время исправить, использованием самых новых технологий. Уже в ближайшие годы по Октябрьскому мосту вновь пойдет трамвай. Но уже современный, скоростной. По сути, весь город будет охвачен рельсовым транспортом. На левом берегу метро, на правом современной трамвайной линии и по обе стороны Енисея городская электричка. Кстати, последняя уже стремится соответствовать самым строгим стандартам. В начале февраля Красноярск получил 6 новых электропоездов, которые, по сути, можно сравнить с наземным метро и старичным аэроэкспрессом. Они совершенно бесшумные. Поездка стоит всего 19 рублей. Открываются новые станции. Только за последнее время их появилось 7. Согласитесь, прекрасный повод променять душные многочасовые пробки на комфортную поездку в общественном транспорте. Нужно связать. Мы с вами об этом уже говорили. И метро, скоростной трамвай, электрички связать в единый комплекс. И тогда это будет одно дополнять в другое. Будет эффективно работать. Это первое и второе. Все-таки город развивается. Экономить надо, безусловно. Но здесь, когда мы говорим о таких объектах, они в известной степени на выросты должны строиться. У нас есть возможность применить новые технические решения, которых пока в России нет. Мы изучили мировой опыт. И Россия стоит на пороге перехода к этому. То есть, так называемая трехвагонная сцепка. Это означает, что подземная часть метро, станции будут гораздо меньше. Основная основная стоимость метро – это все-таки станции. Кроме этого, меньшее количество на строительство подземных депо. И плюс эти виды подземного транспорта являются беспилотными. Соответственно, серьезное сокращение на содержание персонала. Если реализовать вот эту схему, то по оценкам специалистов, а мы обращались к лучшим российским экспертам, стоимость проходок и в целом метро будет сокращена от 30 до 40% в сравнении с традиционными. И это нам даст возможность, как я показывал на схеме, построить, соответственно, не 5, а 9 станций метро, включая надземное. Таким образом, если все это реализовать, мы надеемся, к 2023 году, вот на самом деле, проблему общественного транспорта в городе Красноярске решить радикально. Это реальная вещь. Соединив все три рельсовых ингредиента, мы получим отличное блюдо. Действительно современную и практичную транспортную систему, которая соответствует статусу столицы Сибири. А далее в выпуске история главного символа универсиады, как родилась Юлайка и кто был ее конкурентом, об этом после рекламы. Продолжаем итоги. О героях универсиады будем говорить еще не раз, и к концу соревнования спортсменов-лидеров станет больше в нашем эфире. А пока игры только начинаются, самый популярный герой или даже персонаж студенческих игр – это Юлайка. Только вдумайтесь, еще до начала праздника, по данным Красноярской дирекции, болельщики раскупили более 30 тысяч мягких игрушек. Думаю, у нашего символа есть все шансы стать частью истории российского спорта, как, например, волк-забивака или олимпийский мишка 80-х. Екатерина Гринаш вспоминала историю талисмана. Как появилась Юлайка, какие герои могли быть вместо нее? Юлайка появилась в Красноярске еще до того, как город принял официальный статус столицы студенческих игр. В комитете ФИСУ в Брюсселе еще не прошло и голосование. А Красноярск числился только в списке претендентов. Но креативная группа по подготовке к универсиаде уже объявила конкурс на выбор талисманов. Один независимый дизайнер и две местные компании представили свои варианты. У Юлайки было четыре соперника. Это медведь Урсик. Его эксперты не оценили из-за ассоциации с символом политической партии. Лось Юрок показался простоват, да еще и напоминал уличные ругательства. А седра Усика, который создавался по мотивам «Царь рыбы», исключили из-за того, что образ не отражает зимний спорт. А снегирь Уник напоминал Мурзилку – эмблему массового, а не профессионального спорта. К тому же дизайнеры не смогли его отшить. В итоге, по результатам экспертного и народного голосования, победила Юлайка. Она очень милая. Вообще, вот эта интересная кличка же, да, правильно? Это же если пес, кличка. Очень интересно придумали. Юлайка, это прямо так здорово звучит и так необычно. Очень классная. Ты прикольней. У нас сын родился в год собаки, поэтому у нас собака как талисман. Спортивная, позитивная, улыбается. За шесть лет, с 2013 до 2019 года, образ лайки менялся неоднократно. Только эскизов было с десяток, а мягкие игрушки отшивались сотнями. До того, как укрепился образ добродушной и гостеприимной лайки. Это труд компаний, труд группы дизайнеров, которые определяли. Потому что то глаз, вот как поставить глаз, чтобы она смотрела и была добродушной. С улыбкой с этой, потому что то оскал или еще, потому что надо профиль смотреть, то фаз смотреть. Чтобы она со всех сторон, и сзади, и спереди, и сбоку, и три четверти просматривала, как добродушное животное. Мы заметили, что юлайка немножко неспортивная. Мы ее кое-где... Накачали мышцы? Да, да, да. И поэтому, кстати, вот именно вот эта вот юлайка... Самая спортивная? Первая, да. И вот эта вот именно юлайка, которая уже изменилась у нас. По всему миру путешествуют юлайка-леты. Мы первые додумались нарисовать юлайку еще и на самолетах. Такого не было ни на одной универсиаде за всю историю студенческих игр. Наша юлайка побывала даже на борту МКС. Желаем жителям и гостям Красноярска незабываемых эмоций и ярких зрелищ. После универсиады юлайка отправится в Австрию, Венгрию, Японию и не только. Только игрушек юлайк организаторы подготовили более 60 тысяч штук. Чтобы вместе со спортсменами и болельщиками наш талисман разлетелся по всему миру. И еще долго напоминал о сибирском гостеприимстве. А далее в выпуске поговорим о культурной программе универсиады. Сегодня много звезд этномузыки съехались на фестиваль «Мир Сибири». Об этом после рекламы. Продолжаем итоги. Дефиле в аутентичных костюмах и мастер-класс резьбы по бивню Мамонта. В Красноярске впервые стартовал зимний фестиваль этнической музыки-ремесел «Мир Сибири». Окунуться в атмосферу культуры разных народов теперь можно, не выезжая за пределы краевого центра. Каждый день здесь работает несколько площадок. Одна из них традиционная – город мастеров, где можно сделать своими руками главный символ универсиады Юлайку из шерсти. Раскрасить керамическую птицу или сделать куклу-оберег. Самая многогранная обрядовая поляна. Здесь можно заглянуть в северенкийские и таймырские чумы, увидеть тувинскую юрту, погрузиться в самобытные обряды народов. Площадки будут открыты ежедневно в выставочном центре «Сибирь» до 5 марта. Вход для всех желающих свободный. А в эти минуты на фестивале идет концертная программа. В МВДЦ «Сибирь» находится моя коллега Полина Каминская. Полина, добрый вечер. Тебе слово. Ну что же, друзья, в этом году очень много первого зимнего в России. Не только у «Сибири» 2019, но и «Мир Сибири» зима. Это фестиваль первый такой, но не надо думать, что это какой-то пробник летнего фестиваля. Это полноценная версия. Ребята, сейчас такая атмосфера здесь. Я очень надеюсь, что поможет оперативно передать. Люди танцуют так же, как и на летней площадке. Это происходит. Сегодня выступили уже несколько хедлайнеров. Сергей Старостин, группа «Икруна», солистка которой Луиза и Мавангулу, была финалистом «Вятого голоса» и совершенно волшебная певица. Сейчас на сцене Лев Слепнер и группа «Марин Баплюс». Она из Москвы. Это мультижанровый коллектив, который собрал в себе несколько национальностей. Много-много-много всего. Помимо этой площадки есть еще три. Если вот на эту, допустим, с 19 часов каждого дня вход стоит 500 рублей, но это логично, поскольку хедлайнеры – это мировые звезды. То на другие площадки с 10 утра до 23 вечера вход абсолютно бесплатный. Это и обрядовая поляна, где можно научиться танцевать танец Хейро, например, или сходить в музей «Рубанка», который является одним из самых молодых, но в то же время попал уже в книгу рекордов Гиннесса. Приехал к нам из Денисейска и просто замечательно надо провести время. Сфотографироваться с девушкой в этнических нарядах из Тывы. А еще можно посетить город мастеров. Вот это вот ожерелье на мне сделала мастерица из Туры. Зовут ее Роза. И она просто совершенно творит чудеса. Друзья, я советую всем абсолютно погрузиться в атмосферу этого фестиваля. И если, может быть, кто-то хоть раз в жизни не мог найти для себя возможности и силы доехать до фестиваля летом, то сейчас зимой, пусть на улице минус, пусть на улице снег, здесь у нас старик плюс, абсолютный жар сердец и жар дружбы между народами. Это атмосфера, в которой стоит испытать хотя бы раз. И сейчас самое время. Фестиваль работает завтра и послезавтра, и это будут фантастические два дня. Последний день выступает хейтлайнер Нейрамонах Феофан, которого, думаю, ждали многие. И на желанное оно. А завтра, завтра это станет для вас сюрпризом. Приходите на фестиваль и увидитесь своими глазами. Друзья, прощаюсь по фестивальному обычаю. Мир Сибири, мир людям, миру мир. В последних событиях универсиады разыгрывать различные призы и знакомить вас с гостями. Ну и, конечно, все эти дни трансляции соревнований. Завтра, в понедельник, первый эфир универсиады на НИСЕ в 9.55 утра. Включайтесь. На этом у меня все. С вами был Игорь Ермешов. До встречи в следующее воскресенье. С вами был Игорь Ермешов.